МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа-регион. В студии Вера Грушко. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Получаю управлению ЖГХ, взять на себя сейчас формирование этого списка, этих проблемных точек. Капремонт на контроле. Его ход в Анапе в этом году обсудили на очередном оперштабе. В отношении собственников земельных участков были составлены протоколы административного права нарушения. Закон и порядок. Как в Анапе борются с нарушителями правил благоустройства? Необходимо знать симптомы тревоги. Если у вас эти симптомы появились, то в ближайшее время срочно обратиться к врачу. Стоп-рак. 4 февраля день борьбы с онкологическими заболеваниями. Вице-мэр Артем Моисеев провел совещание с ресурсоснабжающими организациями и главами сельских округов. В заседании также приняли участие зампрокурора Владимир Колесников и депутат совета Амазас Эриян. На совещании сообщили, что в 2023 году в Анапе будет проведен капитальный ремонт 35 домов. Их количество выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Выделенная сумма составит свыше 270 миллионов рублей. Часть средств будет направлена на ремонт лифтового оборудования. Серьезная работа проведена по итогам 2022 года в отношении субподрядных организаций, которые были задействованы в том числе на территории Анапы по капитальному ремонту лифта. Подбор субподрядчиков и согласование их с заказчиком, мы имеем некий перечень, которых не допустим для монтажных работ в 20-летнем текущем оборудовании. Во всех остальных вопросах по лифтовому оборудованию на сегодняшнем этапе проводится обследование домов и, соответственно, оборудование, которое будет подлежать капитальному ремонту. Снимаются размеры габаритные и начат проектирование по замене лихтового оборудования. Зампрокурора Владимир Колесников отметил, что будет организован строгий контроль по каждому адресу. Важно не допустить просрочек в выполнении ремонта и не доставить дискомфорт гражданам. Также в ходе совещания вице-мэра Анапы Артем Моисеев рассказал, что на курорте начинается пора субботников. Они будут проходить ежемесячно. В этом году будет 12 больших общегородских субботников, один из которых первый начнется у нас в эту субботу. Значит, ну, принцип формирования субботников у нас раньше был по сгребленным улицам. Некоторые сгребленные улицы сегодня за некоторыми направлениями, они находятся практически в типовом состоянии, поэтому нет необходимости там повторно какие-то работы производить. Но есть проблемные места, на которые стоит обратить внимание. Поэтому я поручаю управлению ЖГХ взять на себя сейчас формирование этого списка, этих проблемных точек, свала каких-то возможностей ставила, и переформатировать, закреплять вот эти участки для того, чтобы производительность была намного выше. Это первое. Второе. Значит, основными двумя действующими лицами на данном субботнике я хочу видеть первое – ресурсоснабжающие организации. И сейчас вы должны, во-первых, вокруг своих баз, во-вторых, за вами есть территория, ну и прошлая работа. Во-вторых, это управляющие компании. Значит, они доведите к управляющим компаниям. Я хочу сейчас, чтобы они максимально начали прорабатывать этот вопрос. Первый в этом году общегородской субботник пройдет уже на этой неделе, 4 февраля. Все желающие сделать город чище и красивее приглашаются к участию. Сегодня в рамках рейдового мероприятия специалисты мэрии курорта выявили ряд нарушений на придомовых территориях жителей Анапы. В состав комиссии вошли сотрудники управления муниципального контроля и жилищно-коммунального хозяйства. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Излюбленный способ некоторых собственников перекрыть проезд к своему дому – пятилитровые бутылки, наполненные водой. Однако владелец этого строения придумал другой вариант – самодельное деревянное ограждение с дорожным знаком. Только вот незадача, и первый и второй способ являются нарушением. После долгих споров хозяин все-таки согласился со специалистами жилищно-коммунального хозяйства, и его конструкции были демонтированы. На рассмотрение в администрацию муниципального образования города-города Анапа поступило обращение о нарушении действующего законодательства при использовании земельного участка, расположенного по адресу города Анапа, улица Маяковского, 165. В отношении собственника земельного участка был составлен протокол об административном правонарушении. Самовольно установленные дорожные знаки – не единственная проблема. Например, домовладелец этого коттеджа посчитал правильным использовать муниципальную территорию для собственных нужд. Мало того, что он нарушил закон, так еще и создал неудобства для водителей, выдвинув мусорный бак на проезжую часть, а пешеходам теперь приходится ходить по грязи. Ряд различных нарушений специалисты управления муниципального контроля также обнаружили в субсехе, Красном хуторе и Чиконе. В ходе проведенной работы выявлен ряд нарушений, установленных правил благоустройства. В части складирования строительных и инертных материалов на придомовой территории земельного участка, ненадлежащего санитарного состояния, основной территории земельного участка, хранение разокомплектованного автотранспорта на придомовой территории, а также на территории общего пользования. В отношении собственников земельных участков были составлены протоколы административного права нарушения. Также с собственниками земельных участков была проведена разъяснительная беседа, по результатам которой данное нарушение будет устранено в кратчайшие сроки. Мониторинг территорий курорта специалистами мэрии будет проводиться на регулярной основе. Напомним, что за нарушение правил благоустройства на физическое лицо будет наложен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Никита Васюхин, Антон Чистяков. Анапа. Регион. В сельских округах проходят мероприятия по профилактике возгораний. Инструктаж по пожарной безопасности в частных домовладениях прошел сегодня в Приморском сельском округе, в поселке Пятихатки. В нем приняли участие начальник управления гражданской обороны и защиты населения Алексей Кишкинов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Дмитрий Суханов. В этом году на территории сельских округов увеличилось количество возгораний небольшой силы из-за неисправности проводки и использования самодельных отопительных приборов. Проверяем печное отопление. Понятно, что у всех есть электричество. Проверяем ее эксплуатацию, чтобы нам не допустить возгорания пожаров от электричества. Тем более, сейчас у нас зимний период идет, пониженные температуры, все хотят согреться, включают какие-то дополнительные обогревательные приборы, которые не сертифицированные, можно сказать, самодельные, и они всех больше горят. Для профилактики подобных ЧП представители Пожнадзора, администрация кругов, полиции проводят рейды и подомовые адресные обходы, разъясняют правила использования электро- и обогревательных приборов, раздают памятки. Как парня зовут? Как тебя зовут? Андрей? Андрей, скажи, у тебя особый телефон есть? Есть, мама забирает, вы знаете. А ты его заряжаешь? Зарядку в розетке оставляешь после этого? Точно? Бабушка проверяет. Это очень важно. В группе риска – многодетные семьи и одиноко проживающие граждане. Важно не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, снимать электроприборы с зарядки перед сном. Рекомендуется также повсеместная установка противопожарных датчиков, сигнализирующих о задымлении. Это очень важно, очень важно, потому что последствия страшные. Это и человеческая жизнь, горе, это потеря имущества. Я считаю, что это нужно. И нужно даже как бы и почаще это делать, особенно в период летний, когда пожароопасность повышается у нас. Ну и я считаю, что нужно всегда проверять придомовую территорию, чтобы она была во время скошена. Не обязательно, что именно это. А посмотрите, участки, чтобы они соблюдались в чистоте, правильно? Это же тоже элемент пожарной опасности, правильно? Никита Бойко, Алла Гайдара, Михаил Попов, Анна Парегион. Удивительно трогательная история произошла на курорте. Разлученная спецоперация семья из Херсона воссоединилась в Анапе. 90-летняя Людмила Довженко преодолела огромный путь, чтобы встретиться под мирным небом со своей внучкой. Моя коллега Ольга Жмак расскажет подробнее. Анастасия и Виталий Юстины с маленькой дочкой эвакуировались из Херсона с началом спецоперации. Там, в родном городе, осталась мама Насти и ее 89-летняя бабушка. Там, конечно, остались наши родные, в связи с тем, что, как пожилые люди, не хотят бросать свое жилье, их очень тяжело оттуда вырвать. Так как мы молодые, нам, конечно, это все легче сделать, а те люди, которые еще той закалки, их очень сложно вытянуть было оттуда. И мы, конечно, когда сюда приехали, когда увидели, как нас тут принимают, то мы их умоляли сюда приехать. Тогда еще была эвакуация, тогда уже полная была эвакуация из Херсона, Россия вывозила. Но по каким-то причинам, видите, не захотели. И это с нами сыграло злую шутку. Вот, 21 ноября погибла моя мама под обстрелом, и там у меня бабушка осталась одна. С осени прошлого года внучка пыталась вызволить любимую бабулю из Херсона. Выезд осложнился потерей российского паспорта. Из-за вот этих проблем с документами это было немножко проблематично. И остался путь, получается, выезда только через Львов, Польшу, Белоруссию, вот эту такую большую дугу. И мы еще сильно переживали, что путь, ну, по сути, двое с половиной суток занял. Боялись выдержать, не выдержать, но уже решили рисковать, потому что оставлять ее, ну, мы не могли бы так поступить. Наконец, благодаря волонтерам это удалось сделать. Нашлись попутчики, которые везут бабушку в Анапу, где ее ждут в пункте временного размещения, где живет семья Юстиных. Это безмерное счастье. Я не знаю, мне вот за столько времени мы здесь, а не там. И вот это, наверное, самое такое счастливое у меня сейчас будет вечер, когда я увижу свою бабулю. Потому что она для нас делала очень многое, она всех поставила на ноги. И она такая, знаете, у нас в семье кремень была, есть. И я ей вообще во всем благодарна. И, конечно, это как просто мой долг, ну, мы не можем поступить по-другому. И вот, наконец, долгожданное известие, что машина подъезжает. Непередаваемые эмоции внучки от предвкушения долгожданной встречи. Людмила Михайловна 45 лет проработала в снабжении на нефтеперерабатывающем заводе. 20 лет работала волонтёром в Совете ветеранов. И даже во время боевых действий помогала тем, кто остался в Херсоне. Собирала продукты с окрестных магазинов и доставляла пожилым и лежачим людям. Не могу передать это. Мне чувство это очень трудно передать от того, что я с ними встретилась, что я их люблю очень. И они всегда такие доброжелательные и хорошо ко мне относятся. Да, я очень счастлива. Это слов нет. А нашим зрителям Людмила Довженко пожелала ценить каждую минуту жизни и наслаждаться ею. Ну, секунда жизнь летит, секунда. А столько всего хорошего в жизни, столько всего прекрасного, что можно дружить, любить, путешествовать. Всё делать то, что приятно, чтобы, конечно, люди не погибали, и чтобы радовались столько жизни. И сама планета, сколько дала для людей всего хорошего. Я всем желаю, чтобы всё у вас сейчас было, чтобы любили, хороших друзей находили, и всё в жизни удалось. 30 января Людмила Михайловна отметила свой 90-летний юбилей в кругу семьи. Под мирным небом. Все вместе. На Кубани стартовала неделя профилактики онкологических заболеваний. 4 февраля – Международный день борьбы против рака. Почему в Анапе заболеваемость им немного превышает краевые показатели и о факторах риска, нашей съёмочной группе рассказала заведующая терапевтическим отделением амбулатории станицы Анапской Ольга Михайловна Горбачёва. В Анапе заболеваемость онкологическими заболеваниями, по последним данным, немного превышает общекраевые. Связано это не только с миграцией в наш край, в наш город, но и с повышенными рисками онкологических заболеваний в регионах с солнечным излучением и другими факторами риска. Про факторы риска хочу сказать отдельно. Это курение, употребление алкоголя, инсоляция, то есть пребывание на солнце лучше всё-таки ограничить до утренних часов и поздних вечерних часов. Всё, что входит в здоровый образ жизни, нужно соблюдать. То есть это контролировать массу тела, адекватные физические нагрузки, здоровый сон, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. После 40 лет диспансеризацию проходят ежегодно. В профиль осмотра при диспансеризации входит сдача кала на скрытую кровь, анализ онкомаркер ПСА, это онкомаркер рака предстательной железы для мужчин, для женщин, прохождение маммографии. Уже после прохождения диспансеризации решается вопрос о дальнейшем дообследовании. Это очень актуально при раннем появлении рака. Необходимо знать симптомы тревоги. Если у вас эти симптомы появились, то есть в ближайшее время, срочно обратиться к врачу. Это такие симптомы, как немотивированная слабость, потеря массы тела, какие-то длительно незаживающие ранки или язвочки, которые ни с чем связать невозможно, извращение вкуса или какой-то необычный аппетит, тоже очень важный. У женщин это уплотнение молочных желез, то есть регулярная проверка молочных желез, и потом обращение к гинекологу с целью дообследования очень важно. Гинекологи у женщин берут мазки на онкологию сразу при первом посещении, а также мазочки на воспаление и другие женские заболевания. К симптомам тревоги еще относятся затруднения, глотания, какой-то кашель, запоры, то есть что вы не можете связать с обычными заболеваниями. При появлении этих симптомов максимально быстро обратиться к врачу. У нас в Анапе есть центр амбулаторной онкологической помощи. Если доктор, терапевт или гинеколог, или другой доктор подозревает онкологическое заболевание, вас направляют в этот центр. И в течение трех, максимум семи дней, вам проводят полный медицинский осмотр с выполнением необходимых дообследований, взятий анализов, КТ, УЗИ. То есть по показаниям в центре решается онкологам вопрос, и полное обследование человек проходит максимально сжатые сроки. После этого уже с этим пакетом документов вас направляют в край, в краевой онкологический диспансер. Лечение наши пациенты проходят и в Новороссийске, и в Анапе. То есть центр амбулаторной помощи оказывает и лечебные мероприятия, и диагностические. Напомню, все выпуски новостей можно найти на сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова